Ковид продолжает разорять. Для чего Казахстан занимает 3 миллиарда долларов? Занимать денежные средства и направлять их на развитие экономики. Мольдер Абдуалиева подсчитала и без того внушительный внешний долг Казахстана и выяснила, мы задолжали даже Мавригию. Где заработать во время ЧП? В период пандемии около 2 миллионов казахстанцев остались без дохода. Создание постоянных рабочих мест. На решение проблемы направят 1 триллион тенге. В каких сферах появится больше всего вакансий? Диана Токенова слушала выступление премьер-министра. Замечательно, мы просто аплодируем. Почему нельзя живое зерно купить, которое сегодня есть? Зачем нам эти годы? Почему казахстанские сельхозпроизводители могут остаться без финансирования, когда на поддержку АПК выделено 70 миллиардов? Ответ искала Жанна Алпуспаева. Мария Млукпанова в студии Атамикен Бизнес. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях дня. Около 3 миллиардов долларов планирует занять Казахстан на внешних рынках. При этом общий внешний долг нашей страны почти 157 миллиардов долларов. Каким странам сейчас больше всего должен Казахстан и как население сможет мониторить распределение средств, направленных на антикризисные меры, расскажет моя коллега Мольдер Абдуалива. Мольдер. Добрый вечер, Мариям. Сразу напомню, что ранее глава Минфина Алихан Смаилов уже говорил о планируемом займе у России. Тогда речь шла об одном миллиарде долларов. Сегодня первый вице-министр финансов Берекшул Панкулов сообщил, что Казахстан займет еще 2 миллиарда долларов на внешних рынках. По данным Национального банка на 1 января этого года, внешний долг Казахстана составляет почти 157 миллиардов долларов. Из них более 13 миллиардов приходится на государственный бюджет. В топ стран, которым Казахстан должен наибольшую сумму, входят Великобритания, Япония, Германия, США. И хотелось бы отметить, что на сегодняшний день безопасный уровень у нас государственного долга является 23,6% от ВВП. Определен уровень на сегодняшний день 50% от ВВП. Хотелось бы отметить, что этот показатель на сегодняшний день мы не превысили. И уровень государственного долга является на безопасном уровне, что позволяет нам дальше есть возможность занимать денежные средства и направлять их на развитие экономики. Всего на антикризисные меры направят порядка 6 триллионов цинге. Из них на обеспечение экономической стабильности и режима чрезвычайного положения предусмотрено около 1,2 триллиона цинге. На расходы, связанные с социальными выплатами и изменениями курса валют, затратят 315 миллиардов цинге. Еще одна статья расходов в 300 миллиардов цинге предусматривает поддержку граждан и экономики. Причем, отвечая на наш вопрос о том, как население может мониторить распределение бюджетных средств, в Министерстве финансов пояснили следующее. Ну, здесь сложно ответить. Прежде всего, конечно же, в рамках выделяемых средств на борьбу с коронавирусом мы будем размещать информацию на электронных портале Министерства финансов и, прежде всего, в Министерстве здравоохранения. Будет прямой вести отчет перед населением в части того, куда деньги направлены и что приобретено. В части рыночных условий, то, что на сегодняшний день недостаточно масок. Хотелось бы отметить, что маски в Республике Казахстан достаточно. Добавлю, что по информации ведомства, на борьбу с коронавирусом из бюджета выделено около 40 миллиардов цинге. Из них на закуп средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов потратили около 12 миллионов цинге. При этом 30% средств получили Нош-Султан, Алматы и Шумкент. Мария, у меня на этом все. Передаю тебе слово. Спасибо, Мольдера. Наши коллеги подбили цифры в других сферах. Об этом прямо сейчас я продолжу. 20 долларов за баррель и 440 тинге за доллар. Сегодня в правительстве представили обновленный проект республиканского бюджета на ближайшие два года. Согласно документу, в этом году казна государства недополучит 1 триллион 672 миллиарда тинге. Основное снижение ожидается по НДС экспортным таможенным пошлинам на сырую нефть и поступлением за использование природных ресурсов. На фоне низких цен планируется сократить добычу нефти на 4 миллиона тонн. Напомню, в старой версии проекта республиканского бюджета минимальная стоимость нефти закладывалась на уровне 35 долларов. Как отметил глава национальной экономики, снижение объемов коснется и других отраслей. На фоне низких цен прогноз по добыче нефти снижен на 4 миллиона тонн до 86 миллионов. Это обуславливает снижение производства горнодобывающей промышленности. В то же время ожидается снижение по сравнению с ранее одобренными темпами роста в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и секторе услуг, в том числе торговли. Экспорт снизится на 16,3 миллиарда долларов до 35,1 миллиарда долларов. Импорт сократится на 7,5 миллиардов долларов до 26,6 миллиардов долларов. Все вышеперечисленное министрам повлечет сокращение и роста ВВП. В этом году он замедлится почти на 1%, а годовая инфляция составит не 6-8%, как планировалось ранее, а 9 или 11. Экономисты утверждают, что казахстанская экономика сейчас столкнулась с двумя проблемами. Низкие цены на сырьевые ресурсы на мировом рынке и последствия карантинных мер. При позитивном сценарии экономическая ситуация в стране может восстановиться уже к концу этого года. Впрочем, пострадала не только наша страна. Сегодня стоимость российской нефти упала до нового рекорда в 10 долларов. Разрешение ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией участники нефтяного рынка ожидают уже в ближайшие дни. Стороны могут заключить новое соглашение относительно добычи черного золота. Тем временем власти Китая намерены наращивать импорт нефти, чтобы пополнить свои запасы, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Правда, в каком объеме и у какой страны пока неизвестно. Напомню, с начала года стоимость черного золота в среднем подешевела на 60%. И Китай решил воспользоваться такой возможностью. Вдобавок, по данным Reuters, еще в марте официальный Пекин планировал закупить полтора миллиона тонн российской нефти. Кстати, ранее пополнить запасы черного золота в США предлагала и администрация Дональда Трампа. Но демократы инициативу отвергли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и кредитным выплатам. Об этом сегодня рассказали представители агентства по регулированию и развитию финансового рынка страны. Моя коллега Айгуль Жамалова разбиралась в вопросе. Она сейчас на связи со студией. Айгуль, тебе слово. Да, здравствуйте, Мария. Вопрос от срочки по выплате налогов как для субъектов МСБ, так и для физических лиц, действительно является одним из наиболее злободневных. И судя по тому, что брифинг официального ведомства начали на полчаса позже, тоже можно сделать выводы, что, возможно, еще не все финансовые механизмы проработаны и продуманы до конца. Однако важно здесь другое, что все заинтересованные в отсрочке налогов и кредитов лица смогут все-таки их получить. И давайте попробуем сейчас разобраться, как именно. Ну, условно говоря, группу физических лиц, которые могут рассчитывать на такую выплату, разделили на две основные категории. К первой относятся представители социально незащищенных слоев населения, получатели АСП, а также официально зарегистрированные безработные. Для этого банки сами, точнее, выйдут с ними на связь путем смс, звонков, либо мобильного приложения. Они оповестят эти лица о том, что есть такая возможность получить отсрочку. И если те, в свою очередь, дают согласие, то с этого момента отсрочка будет официально считаться оформленной. То есть никаких при этом заявлений писать не нужно, подписывать никакие договора тоже не требуется. Во вторую группу физических лиц, которые могут рассчитывать на отсрочку, входят те лица, которые тоже из-за внедрения режима ЧП пострадали и у которых ухудшилось значительно финансовое положение. Для этого им нужно будет самим обратиться в банк с заявлением, где они укажут одну из причин, которая повлияла так или иначе на ухудшение финансового положения. И на сегодняшний день в перечне есть пока шесть пунктов. Этот список не закрытый. То есть я могу назвать некоторые из них, ну, в связи с тем, что, допустим, ухудшение произошло в связи с временной потерей трудоспособности по причине введения чрезвычайного карантина. Это простой пример, когда люди находятся на присмотре, на осмотре, и, соответственно, они не могут выйти, присутствовать на рабочем месте. Теперь, что касается субъектов МСБ и индивидуальных предпринимателей. Они могут рассчитывать на получение отсрочки по выплатам налогов в двух случаях. Первый, если бизнес пострадал от внедрения режима ЧП. И второй момент, если финансовое положение бизнеса сильно ухудшилось уже после внедрения режима ЧП и карантина. Сюда можно отнести такие моменты, как резкое падение объема продаж, либо сокращение штата и так далее. Отмечу, что отсрочка предоставляется дистанционно, без подписания договоров и предоставления каких-либо подтверждающих документов. Все, что нужно субъектам МСБ или ИП, всего лишь обратиться в банк с заявлением, где они укажут один из пунктов, точнее, одну из причин, которая так или иначе повлияла на их бизнес. Мы в положении, в котором мы довели до банка, предусмотрели как минимум 9, опять-таки перечень не закрытый, 9 видов экономической деятельности, которые, если субъекты осуществляют деятельность или виды услуг в этой деятельности, ему предоставляется отсрочка и приостановление выплат. Вот некоторые основные назову, это, во-первых, торговля, это ТРЦ, это арендаторы, которые находятся в этих ТРЦ, это туризм, это сектор услуг, бытовых услуг, это общественное питание, кафе, рестораны. Сюда же так перевозки относятся. В агентстве напоминают, что все услуги предоставляются в электронном виде, кроме того, нет никаких ограничений либо сжатых сроков. То есть, напомню, что сама отсрочка предоставляется с 16 марта по 15 июня, и вот отсрочку по выплате налогов и кредитов можно будет оформить в любой из рабочих дней в этот период. Кроме того, там запустили контакты горячей линии, сейчас вы видите номера на экранах, и некоторые заемщики тем временем считают, что получение как раз-таки вот этой отсрочки не совсем выгодно. Вот в Каспии у меня кредит, и в Фортебанке кредит, да? В Фортебанке получается 3 месяца отсрочка, то есть по 65 тысяч я платила каждый месяц, 3 месяца отсрочка, и эти 65 добавляются на следующие месяца, то есть в следующем месяце я буду платить больше, в остальные месяцы, то есть. А, например, в Каспии, там добавляются вот эти 3 месяца, не распределяют, то есть на основной срок, а 3 месяца добавляют, и когда 3 месяца добавляют, срок же увеличивается, и, соответственно, я буду платить больше за то, что у них за 3 месяца ставка вот эта растет. Ну, а вопрос о том, как в агентстве намерены регулировать работу банков второго уровня и микрокредитных организаций пока остается открытым. Я аналогичные вопросы уже направила в адрес госоргана, но пока ответов не получила. И у меня на этом пока все. Марьян. Спасибо большое, Айгуль. Будем ждать ответа на твой журналистский запрос, но от тебя подробности я продолжу. Аграрная кредитная корпорация вряд ли успеет распределить 70 миллиардов тенге, которые выделят по поручению президента. Таким мнением с Атамикен Бизнес поделился глава агрофирмы Родина Иван Саур. С чем могут столкнуться предприниматели сферы? С нами на связи моя коллега Жанна Алпаспаева. Она готова обо всем рассказать. Жанна, ты в эфире. Жанна. Спасибо, Марьян. Сразу буду приводить аргументы Ивана Саура, который сегодня дал интервью нашему телеканалу по скайпу. Так вот, что касается 70 миллиардов тенге, которые будут распределяться через дочернюю структуру Казагра. До пассивной осталось слишком мало времени, и у крестьян нет достаточных ресурсов для оформления документов. И у аграрной кредитной корпорации их тоже нет, считает Саур, так как работа цонов из-за режима ЧП приостановлена, а везде нужны подлинники бумаг. Элементарная проблема сельчан – это нотариусы, которые не везде есть. Напомню, речь идет о льготном кредитовании аграриев под 5% годовых. На мой взгляд, этими суммами нужно заблаговременно, вовремя поделиться с банками второго уровня. Они более мобильны, более организованы для того, чтобы эти деньги, которые непросто было найти, и государство выделило, чтобы они сработали, чтобы они принесли пользу. Высказался Иван Сауры по поводу ограничения на экспорт зерновых из Казахстана. Он убежден, что мера МСХ ненужная, к тому же подрывает авторитет Казахстана как зерновой державы. Искусственные барьеры могут привести к печальным последствиям. Ранее экспортеры зерна заявляли нашему телеканалу, что опасаются субъективного распределения квот со стороны Министерства сельского хозяйства. Такого же мнения придерживается и глава агрофермы «Родина». У нас есть государственные ресурсы. Надо было просчитать, сколько нам нужно, какова наша потребность в зерне, сколько понадобится муки. Распределить все по областям, по регионам. Если будет необходимость, недостающее количество, на свободном рынке проткорпорация спокойно могла бы это закупить. Мы сейчас, президент сказал, что корпорация должна производить форвардный закуп. Но форвардный замечательно, мы просто аплодируем. Это уже элемент мировой экономики, мировых подходов к этим процессам. Но вот по факту, почему нельзя живое зерно купить, которое сегодня есть? Зачем нам эти квоты? Напомню, с 1 апреля в стране действует запрет на вывоз зерновых культур. Разрешенный объем продажи за рубеж всего 200 тысяч тонн в месяц, что в разы меньше прошлогодних показателей. Если правительство объясняет это стабилизацией на собственном рынке и обеспечением, в первую очередь, внутренних потребностей, то бизнесмены боятся потерять доход. Импортеры тоже. С момента введения ограничения Министерством сельского хозяйства уже наблюдается рост цен на рынке. На официальной зерновой бирже, к примеру, одна из популярных видов товара – пшеница мягких сортов 3-4 класса стоит в среднем от 90 до 82 тысяч тенге за тонну соответственно, что на 20% выше, чем двумя неделями ранее, говорят трейдеры. Именно такой сценарий прогнозировали эксперты. Отмечу, согласно приказу МСХ, цены на зерновые внутри страны до 31 августа зафиксированы на пшеницу 3-го класса 88 тысяч тенге за тонну, а на 4-го – 84 тысячи тенге с учетом НДС. Спасибо, Жанна. Я продолжу. 242 тысячи рабочих мест с минимальной заработной платой 85 тысяч тенге обещает создать правительство Казахстана. Для этого из бюджета выделят 1 триллион тенге и откроют на эти деньги новые предприятия. Каждый желающий может получить работу через местный центр занятости, сообщил министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов. Самое большое количество, а это 92 тысячи вакансий, появятся в сферах здравоохранения, образования и культуры. Еще 73 тысячи на объектах строительства дорог. Напомню, согласно официальным данным, безработица в Казахстане составляет почти 5%. В период пандемии около 2 миллионов казахстанцев потеряли доход. Это обеспечит не только временную занятость на период реализации проектов, но и создание постоянных рабочих мест. Реализация дорожной карты занятости должна стать ключом к модернизации инфраструктуры и созданию продуктивных активов, которые сформируют задел для будущего развития. Между тем, нехватка рабочей силы может грозить всему миру продовольственным кризисом. С таким предупреждением выступили главы Всемирной организации здравоохранения, гендиректор Всемирной торговой организации и глава продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. По их мнению, если правительства разных стран не смогут предпринять правильные действия и будут неуверены в доступности продовольствия на глобальных рынках, то в мире будут перебои с поставками продуктов. Так сейчас становится ясная зависимость сельскохозяйственного производства в некоторых странах от притока иностранной рабочей силы. А миграция тем временем сталкивается с ограничениями из-за закрытия границ. В результате, в частности, в США под угрозой срыва оказалась пассивная кампания из-за нехватки сезонных рабочих из Мексики. Аналогичная ситуация в Западной Европе, сельхозпроизводители которой каждую весну и осень полагались на рабочих из Северной Африки и стран Восточной Европы. Как они намереваются решать проблему, пока не ясно. А в Алматинской области полным ходом идут весенние полевые работы. В этом году фермеры региона увеличивают посевы кукурузы почти на 80 тысяч гектаров. Всего же под зерновые отведено порядка миллиона гектаров. Фермеры отмечают, что удешевленное топливо, налоговые каникулы, а также кредиты с низкой процентной ставкой очень своевременны на сегодняшний день. Напомню, о них ранее в своем обращении заявил президент Касымжумар Тукаев. Жаркенский крахмалопаточный завод – градообразующее предприятие Панфиловского района. Ежегодно перерабатывает 150 тысяч тонн кукурузы. На предприятии работают более 400 жителей города и близлежащих сел. А вокруг производства объединены около 5000 мелких и крупных крестьянских хозяйств, которые выращивают кукурузу. И все они воодушевлены обращением президента в этот нелегкий для государства момент. Вся поддержка направлена на развитие сельского хозяйства. Это вклад в экономическую стабильность страны, считают они. Вся эта поддержка, она даст свои плоды осенью, когда мы будем иметь уже урожай. Поэтому я думаю, что эти вопросы своевременно были охвачены. И вот сейчас в эти дни, тяжелые дни, будем говорить, и для государства, и для предприятия, я думаю, это очень существенная такая поддержка, которая в дальнейшем позволит нашим сельчанам, и нам в том числе, вовремя посеяться. Обрадованный беспрецедентным решением главы государства и полеводы, создание благоприятных условий фермерам на момент несения полевых работ даст положительный импульс всем сельчанам региона, так как 70% населения Алматинской области приходится на село. Президент страны еще раз доказал принцип слышащего государства. И все крестьяне радуются этому. Чтобы успешно провести пассивную кампанию, удешевленное топливо будет очень кстати. В этот нелегкий период мы считаем, что государство нам оказывает очень большую поддержку. Мнение своих коллег поддерживает и свекловоды региона, которые тоже начали весеннеполевые работы. Канад Джетебай, Алматинская область. За сутки количество зараженных коронавирусом в стране возросло до 423 человек. Новые случаи зарегистрированы в 10 регионах Казахстана. Больше всего в Нурсултане. Следом идет Алматы, а также Казлардинская, Карагандинская, Акмолинская и Атрауская области. Растет и число выздоровевших 27 человек. Скончалось трое. Между тем, COVID-19 унес жизни свыше 49 тысяч жителей планеты. Согласно онлайн-карте университета Джона Хопкинса, коронавирусом болеют свыше 960 тысяч человек. Лидируют США, Италия и Испания. В топ-10 добавилась и Турция. Пандемия охватила 180 стран мира. Коронавируса нет только в Таджикистане, Туркменистане, Северной Корее, Косово и в ряде африканских государств. Восемь новых фактов заражения коронавирусом выявили и в Шамкенте. Причем все заболевшие и близкие родственники мужчины, у которого COVID-19 выявили ранее. Власти мегаполиса решили изолировать весь квартал, в котором проживали родственники. 70 частных домов будут на карантине две недели. На три улицы нельзя ни войти, ни проехать. На въездах в карантинную зону установлено 7 блокпостов. По словам специалистов Абайского районного Акимата, на этом участке проживает порядка 250 человек. В настоящее время больные коронавирусом изолированы и получают лечение. Медики ведут работу по выявлению контактных лиц. С местными жителями сейчас проводится разъяснительная работа. На всех семи постах работают врачи, полицейские и военные. Сейчас будут завозиться железобетонные плиты и эти улицы будут изолированы. Кроме того, решается вопрос с поставкой продуктов питания для граждан карантинной зоны. Тем временем для бизнесменов, которые больше всего страдают из-за введения карантина и закрытия границ, предусмотрят специальные окна поставок. Хотя бизнес уже понес серьезные убытки. Так, в Восточном Казахстане предприятие по дерево переработки не может запустить станки, поскольку комплектующие для оборудования поставляются из Китая, а граница сейчас закрыта. Теперь предприятие на грани остановки. 250 человек могут остаться без работы. Приобрести запчасти для станков можно только в Поднебесной. Бизнесмены надеются, что для них предусмотрят хоть какие-то окна поставки оборудования. Иначе производство просто встанет, седуют они. Этого завода только такого выпускает. Там редуктор, например, он полетел, редуктор, например, мы их берем всегда в Китае. Такой редуктор только завод изготовляет. Как бы мы брали, они всегда в запасе были, но вот сейчас уже один сломался, второй сломался и третий сейчас, не знаем, где сейчас. Между тем, в региональной палате предпринимателей Атамикен по Восточно-Казахстанской области заявили, что готовы отработать схемы поставки в ручном режиме с соблюдением всех мероприятий, предусмотренных режимом ЧП. На сегодня в палату уже поступило более 50 обращений от бизнесменов и компаний. Были проблемные вопросы у наших предприятий, к примеру, Азия Авто через границы, но этот вопрос все комплектующие, это по поставке комплектующих частей на сегодняшний день все проблемные вопросы решены. Внутри Казахстана, между регионами есть тоже ограничения, но мы здесь с коллегами постоянно как бы на связи, и все вопросы мы решаем в ручном режиме. Если в случае наличия таких проблемных вопросов, мы призываем все предприниматели незамедлительно обращаться в наш адрес. А казалардинские бизнесмены передают свои издания для пациентов, помещенных на карантин. Об этом Атамикен бизнес сообщил директор региональной палаты предпринимателей по Казалардинской области Голымбек Жахсылыков. Известные в регионе бизнесмены Кайрат Бурамбаев и Мурат Сарсенбаев для использования в качестве временного медицинского объекта предоставили здание гостиницы Казаларда и объект возле местного аэропорта. К слову, комплекс из трех зданий, расположенный близ воздушной гавани Казаларды, решено распределить следующим образом. В одном блоке оборудуют столовую, второй предоставят медперсоналу, а в третьем общей вместимостью примерно 30 человек изолируют пациентов с подозрением на коронавирус. Выражаем благодарность нашим предпринимателям. До этого наши бизнесмены тоже всячески оказывали помощь. Чтобы внести свой личный вклад, Дельмухаммед Абизов и Аида Керемкулова бесплатно раздавали населению маски, тем самым оказывая свою моральную поддержку жителям региона. Когда у нас есть такие милосердные люди, еще раз убеждаешься, что вместе мы сила. Минздрав Казахстана закупил 236 аппаратов для вентиляции легких. Средства в рамках одобренного ранее займа выделил Всемирный банк. Об этом в эксклюзивном интервью моей коллеги Мируэржа Кьяновой рассказал постоянный представитель Фининститута Жан-Франсуа Марто. По его словам, дефицитное оборудование пришлось искать по всему миру практически поштучно. В ближайшее время Всемирный банк планирует направить следующий транш в размере 25 миллионов долларов на дополнительное медоборудование. Сейчас моя коллега на прямой связи со студией Мируэрг. О чем еще говорили с экспертом? Есть какие-то прогнозы по дальнейшему развитию экономической обстановки в условиях кризиса? Приветствую, Мариам. Как я не старалась вывести Жан-Франсуа Марто на разговор о будущем, у меня ничего не вышло. По словам эксперта, на повестке дня у всех стран мира сегодня насущные вопросы. А это значит, что в контексте развития бизнеса речь идет о выживании. Экономист подчеркнул, мировой кризис коснулся и инвесторов. А это значит, что инвестпотоки, на которые так рассчитывали в правительстве Казахстана, значительно сократятся. Единственный сектор, куда в нынешних условиях стоит вкладываться, это агробизнес. Он пострадал менее всего, считает во Всемирном банке. Еще один перспективный рынок, это рынок цифровых услуг. Однако, острая нехватка человеческого капитала, а также неразвитая инфраструктура, не мотивирует инвесторов на вклады. Что касается, возможно, самых непривлекательных сфер для инвестиций, то это, скорее всего, нефтедобывающий сектор. Напомню, что в уже уточненном республиканском бюджете до конца года цена нефти 20 долларов за баррель. Республиканский бюджет страны сильно зависит от нефтяных поступлений, но никто не знает, какими будут цены на нефть. Недавно поступила информация, что США собирается закрывать несколько нефтяных месторождений, несколько скважин для добычи. Но это под вопросом, потому что если они все-таки закроют, то дефицит нефти снова возникнет, и цена может измениться. Однако, достоверно, никто спрогнозировать сейчас не может. Единственное, что очевидно сейчас, так это то, что система здравоохранения страны уязвима. Именно поэтому Всемирный банк вносит коррективы в уже одобренные займы правительству. Так, недавно Минздрав на выделенные Фининститутом 10 миллионов долларов США закупил аппараты ИВЛ. Дефицитные оборудования искали практически поштучно. При этом цены на товар растут бешеными темпами, сетуют специалисты. 230 вентиляторов для легких закупили в Швейцарии по 41 тысячи долларов. И еще 6 аппаратов США по 40 с половиной тысяч долларов. В рамках текущего проекта поддержки соцмедстрахования мы провели реструктуризацию. В данный момент Минздрав уже закупил на 10 миллионов долларов США необходимые аппараты искусственной вентиляции легких. Более того, сейчас готовится следующий транш в размере 25 миллионов долларов США для дополнительного необходимого медицинского оборудования, чтобы противодействовать распространению вируса в Республике Казахстан. Кроме того, Всемирный банк работает с Министерством образования над упрощением процесса школьного обучения в условиях дистанционного режима. Ведь сейчас наблюдается острая нехватка ноутбуков для учителей и не только. Сегодня Финнинститут объявил о дополнительном выделении 160 миллиардов долларов США в рамках дополнительной поддержки для всех стран мира в борьбе с пандемией коронавируса. Всемирный банк планирует обсудить с правительством Казахстана, как страна сможет использовать данную инициативу. Полное интервью с постоянным представителем Всемирного банка здесь в Казахстане Жан-Франсуа Марто можно будет увидеть уже в понедельник 6 апреля, сразу после дневного выпуска новостей. Мария? Спасибо, коллега. Лично я буду с нетерпением ждать твоего материала. И в завершении выпуска напоминаю, большая часть команды «Атамикен Бизнес» продолжает работать удаленно. Несмотря на это, наши корреспонденты готовят эксклюзивы, авторские материалы для того, чтобы вы продолжали получать объективную информацию. Не пропускайте наши выпуски и на интернет-платформах YouTube, Instagram, Telegram и Facebook. Это были все новости четверга 2 апреля. Оставайтесь на «Атамикен Бизнес». Продолжение следует...